Добрый день, дорогие друзья, в этом видеоролике я хочу представить вам народного артиста СССР, знаменитого и всеми любимого Георгия Витцина. Витцин Георгий Михайлович родился 18 апреля 1917 года в Тиреоке, ныне Зеленогорск. Родители были родом из разных краев России, мать Мария Матвеевна из Пензы, отец Михаил Егорович из села небылой Владимирской губернии, с искусством оба никак не были связаны. Когда Георгию было восемь месяцев, семья переехала в Москву, мать устроилась билетершей в колонной зал Дома Союзов и часто брала сына с собой. С 12 лет Георгий Витцин начал выступать на школьной сцене, в основном в амплуа отрицательных героев. В 1933 году окончил московскую школу семилетку, а в 1934-м театральный училище при Малом театре, сейчас высшее театральное училище имени Щепкина, откуда был отчислен с формулировкой за легкомысленное отношение к учебному процессу. В 1934 году поступил в театральное училище при театре имени Вахтангова, ныне театральный институт имени Бориса Щукина. 1 октября 1934 года зачислен в театральную студию МХАТ. С 1936 года работает актером театра студии под руководством Хмелева, с 1937 по 1969 годы актер московского драматического театра имени Ермоловой. Кинодебют актера состоялся в эпизодической роли в фильме Иван Грозный. Известность пришла к актеру после фильма «Запасной игрок», в котором он исполнил роль Васи Веснушкина. Вслед за этим снялся в фильме «Она вас любит». Несмотря на то, что в этих картинах он исполнял роли юных пареньков, актеру было уже далеко за тридцать. Застенчивые и отзывчивые его герои приглянулись зрителю. В то же время он снимался в лентах исторических, композитор Глинка и Билинский. Широкую известность актеру принес образ труса, воплощенный им в комедиях «Гайдая», «Пес Барбос» и «Необычный кросс», «Самогонщики», «Операция И» и другие приключения «Шурика» и «Кавказская пленница». Актеру часто приходилось играть персонажей пьяниц, и в этих ролях он был очень убедителен, так как обладал специфическим голосом и внешностью. В реальной жизни актер не пил и не курил, вел здоровый образ жизни и увлекался йогой. Среди наиболее известных ролей актера-авантюрист Сэм в «Деловых людях» — Миша Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», «Сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи», «Волшебник в старой, старой сказке», «Хмырь в «Джентльменах удачи». Георгий Витцин снимался в течение 50 лет, фильмографией его насчитывает более 300 фильмов. Витцин также обладал талантом к декламации и много работал на дозвучивание мультфильмов. Он также был художником, рисовал карикатуры на актеров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи. До брака актер находился в отношениях с актрисой театра Ермоловой Надеждой Васильевной Тополевой, которая была старше его, после расставания продолжал о ней заботиться, приносил ей лекарства и продукты. Жена — Тамара Федоровна Витцина, в «Девичестве» Мичурина, костюмер, племянница биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Дочь — Наталья Георгиевна Витцина художник-график, среди ее работ плакаты для фильмов «Ирония судьбы» и неоконченная пьеса для «Механического пианино». С наступлением 90-х годов актер, совместно с другими участниками знаменитой «Троицы», начал много гастролировать по стране. До последних своих дней играл в киноактере. Последние годы жил очень скромно, отдав свою большую квартиру в центре Москвы дочери Натальи, перебрался в Хрущевку в Староконюшеном переулке. Крайне ограничивал общение со сторонними людьми, избегал встреч с журналистами. Практически постоянно находился в квартире, выходя на улицу только покормить голубей. От помощи отказывался, говоря, «не могу взять, ведь люди последние отдают». Скончался Георгий Витцин 22 октября 2001 года в одной из московских больниц. Награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Парке культуры и отдыха Зеленогорска в 2008 году к 90-летию актера открыт памятник Георгию Витцину. Скульптура изображает актера в роли Бальзаминова из фильма «Женитьба Бальзаминова». Рядом с ней планируется установить скульптуру и остальных участников легендарной троицы Никулина в клоунской ипостаси и Маргунова в образе бывалого. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание и оценку моей работы. Желаю вам счастья, удачи и всех благ в жизни.